всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео хотел бы показать один интересный прием для тех кто любит создавать барабанные звуки с нуля то есть не используют сэмплы крутить их самостоятельно кто не знает лоджике есть довольно крутой инструмент появился он несколько обновлений назад таких глобальных обновлений называется drum synth то есть синтезатор барабанов и он довольно крутой и на самом деле он не часто используется даже в библиотеке logic то есть если загружать какие-то драм-машины то далеко не во всех есть собственный этот инструмент и сегодня на примере собственно драм-машин дизайнера я покажу как создавать свою такую максимально кастомизированную барабанную установку в которой не будет каких-то сэмплов чьих-то или еще чего-то будет прям вот полноценная такой синтовый движок с которым вы потом сможете сделать то что хотите вот ну давайте начнем для начала мы здесь есть уже загруженный паттерн с таким довольно стандартным битом но к нему еще потом вернемся у меня здесь абсолютно пустой инструмент у меня загружен просто драм-машин дизайнер в котором нету вообще ничего и уже создан первый инструмент я сейчас наглядно покажу что и как нужно какой последовательности делать чтобы создать вот эту самую свою установку и вы потом ее если что сможете всегда сохранить через библиотеку но обо всем по порядку итак давайте начнем с бочки у нас уже создан инструмент для первой ячейки вот он то есть напомню что драм-машин дизайнер это не совсем инструмент это контрольная панель для того что у нас происходит на вот таком скажем самминг стек треке то есть здесь может быть создаваться несколько дорожек непосредственно которых инструмент располагается инструмент может быть quick сэмплер для загрузки тех самых сэмплов и ваншотов с которыми в большинстве случаев используется драм-машин дизайнер но мы сегодня как я уже сказал будем идти по такому немножко нестандартному пути и сюда я загружу инструмент драм синт с каждым обновлением секвенсор logic pro обрастает все большим количеством функций меню и инструментов а вы до сих пор не можете понять как все это выучить и самое главное как использовать на практике никаких проблем я подготовил для вас максимально подробный видеокурс состоящий из нескольких частей в котором в мельчайших деталях разбираю все возможности секвенсор logic pro в теории и на практике каждая часть продвинутого курса logic pro это отдельный мини курс поэтому можно смотреть в любом удобном порядке но после просмотра всех частей курса вы сможете считать себя самым продвинутым пользователем logic pro а процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее насыщеннее и увлекательнее не откладывай обучение на потом начни прямо сейчас ссылка в описании к этому ролику и вот у меня создался кик и что самое удобное опять же в драм машин дизайнер что нам не обязательно лезть в сам инструмент открывать его и здесь что-то крутить вертеть потому что у нас очень удобно основные возможности по управлению передаются скажем так транслируются на драм машин дизайнер выбрав этот инструмент из за это вообще драм машин дизайнер я очень люблю то есть он очень удобный стал показывать то с чем мы работаем опять же благодаря обновлением logic то есть этот инструмент как я считаю очень хорошо доработали так с бочкой мы пока разобрались давайте нам нужен еще с нейр то есть я могу здесь нажать на плюсик меня создастся еще одна дорожка по умолчанию меня тут же библиотека открывается но она нам не нужна мы создаем для с нейра еще один драм синт и здесь мы выберем соответственно с нейр так дальше нам нужен хай-хэт давайте создадим его опять третий инструмент берем также трамсинт и давайте переключим на хай-хэт здесь выберем какой-нибудь шарп хай-хэт допустим ну это еще потом подкрутим и давайте еще загрузим какой-нибудь хэт дополнительный допустим сюда тоже загрузим соответственно драм синт и выберем также хэт давайте послушаем как у нас сейчас звучит паттерн я пока замьютирую хай-хэт и и можем начать с бочки то есть можно подкрутить бочку то есть таким образом я прям сразу могу уже слушая паттерн менять свою бочку и опять же это именно синтезаторная бочка то есть это не сэмплы не что-либо это именно движок который позволяет мне с нуля генерировать бочки чем здесь есть разные режимы с разными возможностями давайте вернемся к heavy kick сайт настройки сохраняются для вот этих вот выбранных пресетов то есть они не сбиваются и мне не нужен потом заново накручиваю звук это тоже довольно удобно здесь сайте может классно 808 бочки делать давайте то же самое сделаем со снейром то есть можно абсолютно по-разному создавать звучание тут тут вообще тоже очень большое количество разных снейров здесь эти можно и клэп сделать и давайте вернемся хай-хэту сейчас он немножко звучит не совсем так как надо и добавим еще один хэт конечно же все это можно отстроить по громкости так как у нас есть независимые возможности по самим дорожкам то есть мы можем и плагинами обрабатывать и отсылать на ревер и дилей то все как стандартно но вот именно очень удобно что вы работаете не с сэмплами а работаете непосредственно с синтетическим движком синтезируете в реальном времени нужный звук понятно что может быть здесь не так прямо уж много возможностей но в принципе любой синтезатор барабанный он в принципе такой довольно ограниченный просто все так или иначе сводится ком-то белому шуму и каким-то волнам специальным тональным который придают то или иное то или иной окрас перкуссионным звуку и соответственно создается либо бочка либо клэп либо снейр либо хай-хэт либо тарелка то есть конечно же сэмплы они более разнообразные но зато здесь у вас больше контроля и вы опять же не портите звук потому что если вы там сэмпл начинаете как-то тюнить печать то вы все равно внедряетесь в исходный аудиофайл и все равно там как бы больших возможностей нету а в синтезе у вас возможности максимальные насколько это возможно для вообще драм-синтезатора здесь кстати эти возможности реально довольно большие можно таким образом создать свою уникальную драм-машину никаких сэмплов ничего и использовать в своих продакшенов причем все это можно автоматизировать в нужный момент то есть можно там в какой-то момент дикие у бочки раскрыть и также мы не забываем что у нас основная партия играет на нашем трек стеки но мы еще можем какие-то отдельные элементы прописывать давайте для примера сейчас создам здесь меди регион и можно делать какие-то быстрые брейки так как у нас этот инструмент в данном случае клэп привязан ки трекингу то есть у нас разные ноты будут звучать то есть мы можем здесь рисовать различные брейки например в конце там квадрат или в середине квадрата ну например сейчас возьмем brush tool и нарисуем какой-нибудь что-то такое допустим ну наверное вот это нам не нужно какие-то такие эффекты это может кажется все разбросать больше по октавам будет более заметный эффект ну или если здесь поменять все-таки на снейр то есть у вас основной бит идет в основном тоне то есть основной тональности с нейра а на отдельных дорожках вы можете прописывать вот такие брейки которые следуют соответственно за высотой нот здесь у нас мы можем любую ноту либо пич прописать а на основном бите у нас играет как бы скажем так основными нотами то есть ну так называем тональностями этих элементов бочки с нейра хай-хата и так далее то есть можно таким образом комбинировать и создавать свои биты то здесь у вас еще раз повторюсь играет основной какой-то биты какие-то брейки дополнительные изменения вы прописываете уже на отдельных дорожках это тоже довольно удобно то есть можно скопировать и так далее и вот получаете таким образом мало того что кастомную барабанную установку свою собственную которую вы потом также можете здесь как-нибудь назвать drum kit и всегда ее выделить и соответственно сохранить здесь полностью со всеми настройками то есть довольно удобно для тех кто не знал этот способ вот попробуйте и надеюсь вам это пригодится в творчестве то есть можно таким образом реально делать интересные барабаны установки не искать кучу сэмплов подходящих сэмпл паков особенно вот с 808 имени всегда они нормально ложатся особенно как начинаешь тюнить а здесь еще раз напомню что можно все и в тональность настроить еще ее автоматизировать то есть брать для бочки автоматизацию прописывать для питча в зависимости от смены гармонии в треке то есть очень много возможностей еще раз повторюсь что это никак не портит звук потому что это непосредственно синтовый движок и который генерирует вам звук бочки в реальном времени то есть это некие не сэмплы никакой не time stretching довольно классно и качественный инструмент и ну скажем так он немножечко подзабыт то есть о нем все поговорили когда он только вышел и как-то особо никто прям часто им не пользуются носил сучи я там не вижу не сталкиваюсь с ним так что имейте ввиду что такой классный инструмент есть как драм синт и в связке с драм машин дизайнером он раскрывается вообще вполне в максимальной мере так что используйте обязательно пишите в комментариях как вам такая идея вот создание такой драм машины уникальные будете ли этим пользоваться или может уже пользуетесь этим методом в общем мне интересно узнать как всегда пишите свои комментарии задавайте вопросы подключайтесь в наш телеграм чат если вы еще не там ссылка будет также в описании к этому ролику конечно же подписывайтесь на youtube канал чтобы не пропускать новые видео связанные с лоджиком и не только ну и а с вами был дмитрий урсул всем успехов творчестве увидимся с вами в следующих видео всем пока